Привет, друзья! С вами Арчи! Студия Mediocre не раз удивляла геймеров своими оригинальными идеями. На счету этих ребят такие игры, как Smash Hit и Dice and Commute. Настоящие хиты на мобильных платформах. Недавно компания представила очередную неординарную игру Pin Out. Это сочетание пинбола с неоновой визуализацией в стиле Tron и динамичным геймплеем. Честно говоря, именно это и вызвало мое желание скачать игру, а в дальнейшем рассказать о ней вам. Сейчас, на момент обзора, игру можно скачать бесплатно в App Store или Google Play. А теперь поподробнее. Авторы попытались создать увлекательное путешествие по пинбольным столам. Да, вы не ослышались, речь идет о бесконечном количестве самых разных столов, следующих друг за другом. Могу с уверенностью сказать, что для каждого древище будет ярким и впечатляющим. Поскольку основная цель – набрать максимальную дистанцию, здесь вы не увидите каких-либо набиваний комбо-очков, как в классическом пинболе. И кто-то может даже возмущаться. Как же так, ведь в пинболе все завязано на очках. Да, в этой игре завязка идет на времени и дистанциях, поэтому у тебя нет времени на это. Главное – стремись быстрее, выше и сильнее. В начале дается только 60 секунд для игры. А дальше все зависит от тебя, сможешь ли ты продержаться дольше и дальше, ведь время можно восполнить, проходя через активированные участки. Как в обычном пинболе, тут управляем только рычагами, которые разбросаны по столам. Для этого достаточно тапать по левой или правой половине экрана, в зависимости от того, какие рычаги мы хотим активировать. Ребята позаботились о том, чтобы все было достаточно просто. Ну и правильно, зачем все усложнять? Лично для меня такое управление очень удобное. Пальцы сами реагируют на нужной половине. Ну, правда, иногда я путался. Что касается разнообразия геймплея, тут скучать не придется. Над этим разработчики постарались на славу, точнее на время. На столах можно встретить различные нафига, такие как звезда или геймпад. Первый дает возможность замедлить время, либо остановить его, либо считать время, только когда шарик двигается. Геймпад дает возможность поиграть в мини-игры, зарабатывая очки, которые увеличивают ваш тайм. Теперь подробнее о мини-играх. Тематика Dendy, пиксель-арт и простое управление. Как только вы попадаете в артефакт с изображением геймпада, в самом верху экрана появится игра с названием. Лично мне довелось поиграть лишь в две из них. Laser Racer и Space Rocks. Что-то мне подсказывает, что на этом обойма мини-игр не заканчивается. Laser Racer? Ваша задача обгонять попутную машину. Со временем скорость увеличивается и, соответственно, сложнее реагировать и обгонять машину. Кстати, в первый раз я набрал 57 очков. А это 57 секунд ко времени. В свою очередь мини-игра Space Rocks это шутер, где вы управляете космическим кораблем, который стоит на месте и автоматически стреляет. Вы можете его только поворачивать и стрелять летящие на вас астероиды. А в этой игре я набрал в два раза меньше очков, около 28. Здоровски сделано, когда каждые тысячи метров меняется атмосфера и саундтрек. Тут саундтреки это просто огонь. Подобрано со вкусом и качеством. То же самое можно сказать и о звуках. Разработчики большие молодцы. А теперь три маленькие хитрости. Первая. Собирайте лампочки. Это пополнит ваш таймер. Одна лампочка, одна секунда. Это очень простая хитрость, о ней может догадаться каждый. Вторая хитрость. Не дергайте рычаги зря, чтобы не упустить момент. Ведь нередко бывает так, что дернув рычаг, шар залетает под него и это возвращает тебя назад. Но согласитесь, это не то, к чему мы стремимся. Третья хитрость. Когда шар летит быстро и вы не успеваете за ним проследить и не знаете, куда он прилетит. Либо когда шар падает вниз, просто поднимите и удерживайте один или оба рычага, чтобы задержать старт. Не знаю, будет ли для вас это открытием, но меня это часто выручало. Давайте подведем итоги. Плюсы, которые я увидел. Их пять. Конечно же, самый первый и самый огромный это отсутствие рекламы. Второй, то что игра бесплатна. Третий, это то что геймплей достаточно разнообразный. Четвертый плюс, это наличие интересных мини-игр, которые дают дополнительное время. Тут очень здорово сделана завязка мини-игр и основного геймплея. Пятый плюс, это отличнейшая звуковая часть. Ну просто офигенно. А теперь минусы, которые я не мог не увидеть. Их два. Первый и самый огромнейший из них, это отсутствие возможности сохранить прогресс. Единственный способ, это купить премиум аккаунт. Я конечно понимаю, что разработчики тоже люди, им нужно зарабатывать на хлеб, но откуда столько жадности? Чекпоинты должны быть более доступными. Надеюсь, они услышат это и пойдут навстречу игрокам. Минус номер два. Старт отчета времени происходит сразу же после нажатия на кнопку play. Я лично бы стартовал только после первого этапа. Мало ли, вдруг кто-то нажал play и отошел, или отвернулся. Амбатс, и у тебя уже таймер весь истек. В целом игра стоит свеч. По сути, купив премиум за 2 доллара, можно сохранять прогресс и играть только вперед. И возможно открыть больше мини-игр. Я надеюсь, что они там есть. Если вы любите что-то динамичное и завораживающее, красивое, хорошо звучащее, однозначно поиграйте. Ссылки на игру вы найдете в описании. Ну что ж, друзья, это был мой первый обзор игры. Если вам понравилось, обязательно ставьте палец вверх. И напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось, и что на ваш взгляд было не очень. И также присоединяйтесь ко мне в соцсетях. С вами был Арчи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok